Мигель Ангель Гонсалес Оскар Дилахоя, тогда суперзвезда, уже тогда ничего не мог поделать с Мигелем Ангелем Гонсалесом. Гонсалес знаменит тем, что у него гранитный подбородок, как говорят. За все бои ни разу ни один боксер не смог отправить его на пол. Он ни разу не был в нокдауне. Он может быть и острым боксером, а может быть и вязким, и грязным, каким угодно. Колоссальный опыт у Гонсалеса. Многие считали, что у него большие шансы против Кости Дзю, особенно после того, как Костя, довольно беспечно проведя первый раунд Суртада, помните, прежде чем сломал кубинца, сам оказался на полу пару раз. Я думаю, что и сам Костя, и его отец Борис Дзю, и его старый тренер, старый опытный и, в общем, практически как бы личный друг Джон Льюис, австралиец, прежние ошибки учли. Костя ведь, помимо того, что он один из самых мощнейших бойцов в этой весовой категории, и, в общем, все, первый раунд. Надо быть осторожным в этом бою, потому что, я думаю, самое главное, не только в Кинге, и не только в всяких закулисных играх по этой версии, но, может быть, и в нежелании самого Гонсалеса участвовать в бою с Костей Дзю. Гонсалес понимает опасность, которую представляет Дзю, и постарается сделать все, чтобы причинить как можно больший вред противнику. Тут можно ждать грязных трюков в этом бою. Рефери предупреждает о столкновении головами. Ненамеренное столкновение – частая вещь в профессиональном боксе. Хуже, когда это бывает намеренно. Я уже говорил, и вы, наверное, заметили, что Гонсалес выше Кости Ростом. И вот этого надо опасаться Константину, вот этих хлестких длинных ударов через руку. Именно так доставал Костю Уртадов в том бою. Но в этом бою заметно, что Дзю гораздо спокойнее и расчетливее пристраивается к противнику, чем в бою с Уртадо, когда он просто бесшабашно пошел вперед, пытаясь просто сломать, разгромить противника в первом же раунде. За счет превосходства в силе и ударной мощи. Насколько я понимаю, испанские Гонсалесу говорят о том, что нужны ускорения спорты в конце раунда, каждого раунда. Посмотрите, что делает сейчас на повторе, видно, что делает Гонсалес. Намеренно пытается рассечь Кости ударом головой. Это удар ниже пояса, это удар головой намеренной, это удар плечом в челюсть. При сближении удар по почкам, все, что хотите. Есть в профессиональном боксе такие специалисты. И Гонсалес хорошо знаком с этими приемами. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Прекрасная комбинация, прекрасная двойка. Классическая совершенно, четкая и мощная. Субтитры создавал DimaTorzok. Все-таки, согласитесь, приятно полюбоваться умным и расчетливым боксером, который четко следует плану, который не делает никаких лишних движений, не суетится уверен в своих силах. Еще одна комбинация, еще один удар справа встряхивает Гонзалеса. Чего не отнимешь, у мексиканца этот боец очень стойкий, очень терпеливый, способный выстоять перед просто шквалом удара. Второй раунд идет. Пока что у Гонзалеса никаких шансов. Активно сопротивляется, но тяжелые, жесткие удары кости дзю, они, конечно, заметны. Да, это класс. Это бой, из-за которого публика здесь и собралась. Думаю, что мексиканцев, которых в этом зале полно, а все это происходит во Флориде, казино Микосуки на индейской территории. Думаю, что мексиканцы сегодня будут очень разочарованы. Ну вот эта комбинация. Это отец Кости, Борис Зюр. Проработал мастером 30 лет на металлургическом заводе. Человек, который, в общем, практически предрекл судьбу Константина, как боксера, попросту говоря, взял и привел его в зал. Чтобы неплохо бы здесь начать атаку с туловища, потому что Гонзалес уже привык, что все летит на голову. Пятый раунд. Полный разгром. Поразительно живущий мексиканец. Просто удивительно. Да, в мужестве ему не откажешь. Видите, Костя настолько хладнокровно тут разделывается с мексиканцем, что позволяет себе то, что некоторые бойцы, да большинство, на профессиональном ринге не делают. Проводят серию, делают шаг назад. Может быть, и зря. Абсолютно спокойно рассматривает плоды своей работы, и потом приступает снова. Конечно, Константин выглядит боксером в этом бою. Лучшим боксером, попросту говоря. Все знают о его мощи ударной. Все знают, что он опасен, крайне опасен. Но в этом бою Константин Дзю избрал очень разумную тактику. Максимальная эффективность при минимальном риске. Константин-б susкоп-схоп из Мири Мирля Мирля onos Мирля Шестой раунд предыдущим, в пятом мексиканец еле спасся, можно сказать, от нокаута, я думаю, что в этом случае это повезло ему попросту говоря, что Костя не форсировал события, хотя надо отдать должное Гонзалезу, он, конечно, очень стойкий боец. Сейчас в зале уже все гадают, упадет Гонзалез в первый раз в своей жизни или нет, и когда это случится. Дзю действует в своей обычной манере, а манера эта представляет из себя очень хорошо просчитанный прессинг, тогда, в общем, передохнуть противнику не удается даже полсекунды, все время нависает, все время давит, все время угрожает, причем эта угроза изматывает иногда больше, чем сами удары. Витя показал атаку справа, а Гонзалез уже за этот бой нахуй. Хватал бесчисленное количество ударов справа, тяжелых, и ударил слева и достал, в общем, обманывает противника Хвостя как хочет. Совсем потерялся мексиканец. Гораздо лучше он выглядел в бою против Оскара Далахуэра. Как это, в развалочку не торопясь, Хвостя отправляет в свой угол. Если он стремится его, что называется, перебоксировать, то, конечно, он стопроцентно добился успеха в этом направлении. Восьмой раунд. Честно говоря, мало кто помнит, чтобы Гонзалезу задавали такую трепку когда-либо на ригу. Единственный бой, который он проиграл, это был бой Оскара Далахуэра. И, в общем-то, золотому мальчику так и не удалось его ударить сильно в течение всего боя. Настолько он был хороший, изворотлив. И, в общем, свел большинство раундов ничью с этой суперзвездой. А тут просто избиение идет. Смотрите, что вытворяет Дзю. Совершенно расплелась оборона у мексиканца. Он, по-моему, сломлен, растерян. Но особенно полагаться на это не стоит. Пытается, видите, огрызаться. Но все его контратаки очень неэффективны. Одним словом, Костя Дзю хозяйничает на ринге как хочет. Подавляющее преимущество. И остается действительно только удивляться, что же держит на ногах Гонзалеса после всех этих ударов, которые он пропустил. Ну вот. Вот такая попытка была со стороны мексиканца. Лефери говорит, я тебе даю минуту восстановиться. Готов? Удар ниже пояса был. Довольно чувствительный. Вот эта минута, в общем, пошла на пользу Гонзалесу. Видите, пытался активизироваться чуть-чуть. Ну вот, вообще-то, легче сказать, чем сделать. Ну вот, вообще-то, легче сказать, чем сделать. Особенно на повторах видно, насколько здорово чувствует дистанцию и особенно момент Костя Дзю. Спокойно, не торопясь, даже как-то с ленцой он выбирает время для атаки и дистанцию, с которой нужно атаковать. Кстати, не забываю про это наказывать Гонзалеса за ошибки. Стоп! Вот он, вот он. Вот он. Пустили, путь. Я болезненько, путь, путь. Вверх, пусть, путь. Просто расстрел какой-то идет тут. Ха-ха! Не… Не затеркнись! Не затеркнись! Бокс! Рефери выводит Гонзалеса из угла. Но похоже, что у мексиканца действительно подбородок из гранита Потому что ни один боец бы, я думаю, не выставил После такой бомбежки В общем, совершенно односторонний характер Этот бой приобретает И все понимают, что конец это просто дело времени Прекрасно Левой действует Костя Достает, когда хочет Костя раз низко бьет гонзалес константин уже просто не реагирует на это кость еще и оглянулся как там себя чувствует его противник я представляю что сейчас творится в мексиканском углу какая паника какое раздражение какое разочарование думаю что гонзалес то вообще ничего не соображает сейчас после этой трепки который задал ему константин и тренер снова угрожает снять гонзалеса с боя если он будет себя так пассивно вести десятый раунд и больше всего сейчас опасается гонзалес что его запрут в углу поэтому он пытается не отходить а прилипнуть кости не удается кости незаметными такими шагами по фронту отсекает его от центра ринга тяжеленный удар справа снова отбрасывает гонзалеса канатом липнет он противнику и все видят что он совершенно без помощи и в этот момент вмешивается секунданты мексиканцы всеобщему восторгу они снимают гонзалеса с боя вот так костя дзю нашей всеобщей радости возвращает себе титул чемпиона мира тут же конечно дон кинг который распихивает всех на ринге а вы помните какие преданные болельщики австралийцы я представляю какое ликование сейчас царит в австралии и в сиднее можем только поздравить себя да и константина с победы которые так долго ждали и в которой никто не сомневался тут пишут что он выиграл из-за дисквалификации противника но это неправильно он выиграл техническим нокаутом и стал чемпионом мира по версии всемирного боксерского совета чем я вас и поздравляю